Привет, просветители! Мои подписчики в Телеграме просто лучшие. Они никогда не дадут мне пропустить что-то по-настоящему интересное. Павел, а вы видели сценарий разговоров о важном? Видел. И в итоге вот это получил. Похоже, после того, как разработчики наконец-то разобрались, где расположен Казахстан, учебник по русскому за пятый класс был выброшен за ненадобностью. Павел, а в нашей школе на родительском собрании мне классный руководитель сына выдала памятку о квадроберах. Да, вы не ослышались, школы теперь и этим занимаются. Но, с другой стороны, если у нас Песков и Лавров о квадроберах говорили... Чему удивляться? Предлагаю вам сегодня посмотреть, что ж там такого написали, и разобраться, что должны делать родители, если в семье произошло горе. Дома завелся квадробер. К тому же лучше это сделать сейчас, пока тема еще достаточно актуальна. Вполне может быть, что буквально через пару недель в школах уже будут раздавать памятки о лапкерах. Не спрашивайте, просто посмотрите. Мои нет в лапкерах. Снимают слишком далеко. Снимают слишком близко. Издеваются над лапкой. В социальных сетях нескольких детских садов, школ и даже одного департамента образования, как минимум одного, появились посты с названием «Памятка для родителей». Квадробинг — это опасное явление, которое может привести к серьезным травмам, а иногда и к смерти подростков. Решили зайти с козырей. Квадроберы... Умирают. Меня сложно обвинить в какой-то особой любви к этому увлечению. Мне просто денег на ушки не хватило. Все деньги на налог на бездетность откладываю. Вот это видео. Но это, простите меня, какое-то днище. А еще более веселую манипуляцию придумать можно? Памятка для родителей. Занятие спортом — это опасное явление, которое может привести к серьезным травмам, а иногда и к смерти подростков. И не только подростков. И самое забавное, в моей версии гораздо больше правды. Спорт действительно связан с травмами. Порой очень серьезными. И да, иногда молодые спортсмены даже погибают. Как минимум во время хоккейных матчей такое точно случалось. Ну что, будем пытаться спорт запретить? А еще дорога до школы зимой в гололед порой чрезвычайно опасна. Можно дома остаться? Если так подумать, то неадеквата в обществе вообще хватает. Кто-то может и гитарой по голове треснуть, а на кого-то фортепиано свалиться. Так что к занятиям музыкой нужно повнимательнее присмотреться. К поведению некоторых детей и родителей, так или иначе связанных с квадробикой, вопросов безусловно много. Но подавать это под соусом опасно для жизни? Это бред. Вот несколько способов профилактики квадробинга. Повышение осведомленности. Родители должны открыто обсуждать с подростками опасности квадробинга. Подчеркивая возможные травмы, последствия для здоровья. Обратите внимание, здесь речь идет именно о профилактике. Как напугать ребенка так, чтобы он даже не задумался о маске. Но любой пятиклассник поймет, что ему пытаются втюхать какую-то дичь. Где такая же памятка с рассказами о профилактике спортивной гимнастики? Вам напомнить историю Елены Мухиной, которая не за долг до Олимпиады 80 оказалась прикованной к постели на 20 лет? Она, кстати, не одна такая. А травмы у футболистов, боксеров. Знаете, сколько вам про падение и выбитые конечности молодые фигуристки расскажут? Но нет. Именно квадробика – самый опасный вид спорта. Вот реально на кого это рассчитано? Чувствуете? Опять нашими любимыми гнущимися генами повеяло. Будешь ругаться матом – хромосомы развалятся. И я, как и в том случае, остаюсь при своем мнении. Нельзя ради каких-то высоких целей вешать лапшу на уши. Павел, а вы видели, что квадроберы в городе Н напали на… Я видел, как футбольные фанаты нападают. И как здоровый мужик пристает к подростку. Потому что у того куртка фиолетовая. А такие только бабы носят. И повторю, надо не сказки о смерти от квадробики сочинять, а рассказывать о правилах поведения в обществе и об ответственности за антисоциальное поведение. Потому что, когда ты начнешь натягивать сову на глобус, велика вероятность, что сами дети уличат тебя в отсутствии логики. Развитие альтернативных видов. Поддерживать увлечение детей безопасными видами спорта. Такими как плавание, баскетбол, футбол, танцы, шахматы, волейбол. Это сейчас такая шутка-минутка была. Давно у нас футбол самым безопасным видом спорта стал. И волейбол туда же. Нет. Именно квадробика впереди планеты всей по травматизму. Особенно если вспомнить, что некоторые квадроберы просто маску надевают и все. На этом их активность заканчивается. Понятно, что, наверное, в голове у кого-то квадроберы такие, знаете, великие паркурщики из Ассасин Крид. Но нет. Некоторые просто маской ограничиваются. И усё. Организация спортивных секций. Поддерживайте клубы по интересам, которые предлагают альтернативные занятия, чтобы увлечь детей и отвлечь их от опасных развлечений. Я бы сейчас здесь пошутил, но у нас уже связали квадробику с экстремизмом, педофилией, зоофилией и БДСМ. Поэтому лучше просто промолчу. И да, если что, это не шутка. Серьёзные дяди и тёти вот всё вот это в квадробике увидели. Укрепление семейных связей. Занимайтесь с детьми интересными делами. Ходите в кино, театр, на природу, путешествуйте, играйте в настольные игры. Вау, это что, адекватная мысль? Вот так нежданчик. Жаль только, что она появилась исключительно в конце данного дивного куска текста. Но и за это спасибо. К сожалению, некоторые школы и детские сады этим и ограничились. С другой стороны, о чём ещё говорить? Дети из-за квадробики умирают! Другим же образовательным организациям хватило совести прикрепить к этому душераздирающему тексту что-то адекватное. Квадробика – это новый вид физической активности среди подростков, когда они передвигаются на четвереньках, копируя движения животных. Многие подростки для этого надевают анималистические маски и костюмы. Это может быть безобидным видом спорта, если нарушать правила поведения в общественных местах. Вау, но школа же буквально в этом же посте называла это смертельно опасным явлением. Ну вот реально, какие могут быть вопросы к школьникам, если у работников системы образования логика, простите, ну просто отсутствует. Нельзя сначала орать «Мы все умрем», а через 30 секунд ничего страшного. Вы серьезная образовательная организация или детский сад «Светлячок»? А, вы детский сад «Светлячок». Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Квадробика имеет некоторые пересечения с субкультурой фури, члены которой отождествляют себя с антропоморфными животными персонажами. И квадроберы и фури часто надевают ушки, маски, хвосты, копируя повадки животных. Однако далеко не все квадроберы являются фури. И наоборот, это два разных, хотя и пересекающихся явления. Главное – оценивать конкретное поведение подростка, а не судить по внешним атрибутам. Нам предлагают не судить по внешним атрибутам. Сколько раков и на какой горе свистело. Адекватная мысль! Возможные риски квадробики. Травмы из-за сложных подпись подготовки. Нарушение общественного порядка. Агрессивное поведение к людям и животным. Порча имущества. И здесь все адекватно. Да, как и любая активность квадробика может привести к травмам. Только вот когда вы не орете об этом с первого предложения, а сначала даете нормальный анализ, то и воспринимается это совершенно по-другому. И про агрессию правильно сказано. Когда спикер сразу же заявляет, все квадроберы неадекваты, родителям нужно лишить родительских прав, реакция только одна. Агрессия! Когда же подчеркивается, что некоторые товарищи могут вести себя максимально странно и опасно для общества, с вами все согласятся. Да, способ подачи информации очень важен. И как мне кажется, школа как раз-таки должна этому учить, а не запугивать. Когда следует принимать меры. То есть, не сразу орать, ты умрешь в муках и сломаешь обе руки, едва только пятилетка нацепил маску. Удивительно. Кто бы мог подумать. Если подросток проявляет агрессию, кусается, лает, нападает на людей и животных. Припорча имущества во время занятий квадробикой. Если увлечение мешает учебе, работе, отношениям с близкими. Если вы замечаете замкнутость, депрессию, нежелание общаться. Если подросток отказывается следовать установленным правилам. В таких случаях необходимо выяснить причину отклоняющегося поведения и обратиться за помощью к психологу. Важно действовать со спокойствием и пониманием. Вы это расскажите тем прекрасным товарищам, которые первую памятку придумали. Нет, ну вот как на это родитель может адекватно реагировать? Два материала буквально противоречат друг другу. Но администрации все равно их в один пост лепят. Почему? А потому что заставили. Это явно не инициатива заведующей детским садом или директора школы о квадроберах поговорить. Вот что сказали опубликовать, то и сделали. Ну и получилось максимально хринжово. Зато департамент образования сможет отчитаться, что с квадроберами борется. Что я могу сказать? Вторую памятку подготовил научно-исследовательский центр мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде. И вот этим людям мне хочется сказать большое спасибо. Вот так нужно говорить о популярных среди подростков явлениях без запугиваний и манипуляций, но с конкретными примерами. Действительно, вот это было очень приятно видеть. Про первый же кусок текста мне сказать нечего. Ну это просто какая-то отрыжка из слов. Ну реально, ну кому в голову пришло вот это написать? Квадробика очень опасна, можно сломать руки-ноги, занимайтесь футболом. Ну а факт того, что все это еще и в одну кучу смешали, это просто бомба. Педагогическая. Эффект достигнут. Зато отчитались. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой телеграм, там интересно, и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty или Patreon, там все ролики выходят раньше, без рекламы, и кроме того, доступен эксклюзивный контент. Кстати, сейчас на экранах вы видите именно самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этих платформах. Огромное им спасибо. Ну и отдельная гигантская благодарность отправляется министру просвещения моей страничке Boosty. Большое спасибо за поддержку. Я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и не получайте травмы.